ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Барухашем, возлюбленные, да будет благословенно имя Господне. Мы, Синтия, приветствуем вас на передаче «Узнавай еврейского Иисуса». Сегодня мы будем говорить о том, как Господь обращается через сны. Ты рассказывала мне о том, как во сне Господь направил тебя на служение и показал, что делать, когда наше служение не особо-то принимали. Расскажи об этом. Да, я пыталась послужить человеку, которого очень любила. В тот вечер я легла спать и увидела, что этот человек находится в темном месте, в центре города, в темной аллее. Я пошла и начала служить ему. Но этот человек отверг меня. Он не хотел принимать то, что я говорила. Я отошла от него с грустью, и тогда Дух Святой обратился ко мне и сказал, «Какое общение у тьмы со светом?» Я поняла, что он имел в виду, этот человек находился в такой тьме, что он не был готов принять тот свет, что я несла. Вопрос был не в том, что он отверг меня. Он отверг свет. Если человек не хочет принимать свет, не хочет ходить во свете, то я ничего не могу сделать. Это принесло мне утешение и мир в той ситуации. Это правда. Когда Господь говорит, то решает все вопросы. Бог говорит и сегодня. И я верю, что Он проговорит и к вам, возлюбленные. Шалом вам. Бару Хашем, да будет благословенно имя Господне. Когда я делаю так, то имею в виду Слово Божие, «Ибо Слово Божие живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого». Господь обращается сегодня к нам через Писание и говорит о снах. Некоторые из нас не понимают, что одним из самых важных методов общения Бога с Его народом от начала бытия и до Нового Завета — это сны Его народа. Я призываю вас прослушать этот цикл с самого начала. Я назвал этот цикл «Пророчество сны и видения». Я знаю, что в своей жизни я принимал множество важных решений с уверенностью благодаря тому, что Господь показал мне, что делать через сон. Я не буду вспоминать все, что рассматривал ранее, потому что эти выпуски доступны на Ютюбе. Сегодня я пойду дальше и покажу вам, что иногда Господь может дать нам сон о будущем. И когда это будущее наступит, станет настоящим, мы будем знать, что делать. Я вспоминаю, как много лет назад, еще даже нить бы, более 30 лет назад, мне приснился сон. И в этом сне я оказался на чердаке. Это был простой чердак, там было темно, там были окна с одной и с другой стороны. Я и другие люди стояли возле стены чердака. Внезапно из одного окна к нам залетел Дух Жизни. У него была удивительная форма, и он переливался всеми цветами радуги. Как только я увидел этот прекрасный Дух Жизни, который тек, как река, я сразу же отошел от стены, подошел к Духу Жизни, и пошел за ним туда, откуда он появился. Я высунул голову из окна, из которого он прилетел, и увидел буйство красок. Это была вечность красок. Я поднял руки во сне, хорошо это помню, и сказал так, «Приходи и живи во мне». И тогда я услышал слово «вечность» в глубине своей души. После этого сон изменился. Я выглянул в другое окно, которое было на другой стороне комнаты, и там был хаос. Я не буду истолковывать это сейчас. А затем сон изменился снова. И в последней фазе сна я шел по улице в невероятном мире. Я шел по улице и подошел к месту аварии. И когда я подошел к машине, которая попала в аварию, то увидел в ней африканца. Задние двери с пассажирской стороны были открыты. Половина его тела была в машине, а вторая на улице. Он был цел. Двери были открыты. Верхняя часть его тела была на улице, а ноги его были в машине. Когда я подошел к этому африканцу, то увидел, что он сильно обгорел. И без каких-либо лишних мыслей я просто протянул к нему руку. И тогда те цвета, которые я пригласил к себе в первой фазе сна, вышли из моих пальцев, прикоснулись к телу африканца и исцелили его от ожогов. На этом сон и закончился. Напоминаю, это случилось более 35 лет тому назад. Я понимал, что это был сон от Бога. Я знал, что Бог призвал меня к ослужению и исцелению для африканцев. Я никогда не был в Африке, и поэтому сначала подумал, что это был сон про афроамериканцев. Но 10 лет назад мне позвонил один человек из Гаити и попросил меня приехать послужить там, на Гаити. Я проповедовал Евангелие на Гаити и видел, как тысячи людей выходили вперед, чтобы принять Иисуса как Мессию. Большинство гаитян — это африканцы, которых привезли туда в качестве рабов. Жители гаити имеют африканские корни. И после этого Бог начал открывать двери, позволяя посещать страны Африки. Как вы знаете, я даже не могу сосчитать их, но Господь показал мне более 35 лет назад во сне, что когда у меня появятся такие возможности в Африке, я должен воспользоваться этим. Он дал мне служение и исцеление для африканцев. Иногда Бог показывает вам ваше будущее заранее, во сне, чтобы вы были готовы, когда это будущее наступит, и смогли пройти через эти двери. Некоторые из вас понимают, о чем я говорю. Вы вспоминаете те вещи, которые Господь показал вам задолго до того, как эти события произошли вообще на горизонте вашей жизни. Он показывал вам это для того, чтобы вы не упустили это событие, когда оно наступит. Возлюбленные, в этом цикле я пытаюсь показать, что Бог обращается к своему народу через сны. Мы должны слушаться, мы должны быть внимательны, и мы должны действовать соответственно. Это один из самых популярных методов, с помощью которых Бог обращается к своему народу. Мы видим это в начале Библии, в Торе и в Брит-Хадаша, в Новом Завете. Иногда мы можем получить утешение от Хошема, от Бога нашего, через наши сны, и причем в такой мере, в которой человек не может дать его нам. Особенно, когда мы проходим через трудности. Я хочу повторить это еще раз, чтобы это хорошенько уложилось в вашем духе. Все мы проходим через трудные времена в жизни. А знаете ли вы, что проходя через трудности и посвящая себя молитве, вы можете услышать утешение и получить уверенность от Бога. Я хочу показать вам пример этому в Писании. И да, он там есть. Я открою Бытие и прочитаю 28 главу. Это отрывок с 10 по 16 стих. В этом фрагменте Иаков спасался бегством. Он обманул своего отца, чтобы получить благословение. Иаков оделся в одежду Исава и украл первородство. Когда Исав узнал о том, что случилось, то хотел убить Иакова, и тому пришлось бежать. Бегство Иакова не было похоже на современный перелет из Атланты в Лос-Анджелес. Сегодня вы можете с легкостью найти новых друзей, построить новые отношения. Сейчас весьма просто перебраться из одного города в другой и устроиться там. Относительно просто. Безусловно, во всем есть свои трудности, но сравните с современной реалией, с тем, как все это выглядело в древние времена. Тогда вся ваша семья была в одном месте. Всю свою жизнь вы провели в этом месте. Все ваши родственники находятся там. На самом деле, это единственное место, которое известно вам. И теперь вам нужно оставить это место, в котором вы родились, выросли, где все было знакомо, где жили ваши родственники, и отправиться в незнакомое место, где нет родных или знакомых. Именно так все было у Иакова. Он спасался бегством, боясь, что Исаав убьет его. Он был неизвестно где и не знал, где окажется. Никто ему не помогал. Он боялся и был одинок. И в таком состоянии он ложится спать. Я продолжил читать бытие. Тут сказано «Иаков же» «А вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот, лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит «Я Господь, Бог Авраам, Отца Твоего, и Бог Исаак, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе потомство твоим, и будет потомство Твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени Твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Иаков проснулся. И что же он сказал после сна? Он сказал «Истинно Господь находится на этом месте, а я и не знал об этом». А как Иаков понял, что Бог был с ним в его условиях? Он узнал об этом возлюбленной через сон, который ему дал Бог. Когда он положил голову на камень и увидел лестницу, которая сходит с небес на землю, увидел ангелов, спускающихся и поднимающихся по лестнице, то он понял, что Бог с ним, и после этого его страх пропал. Он понял, что Бог с ним, что Божья благосклонность на нем, благодаря сну, который он увидел ночью. И сегодня Бог делает то же самое для нас с вами, его детей. А вот почему Петр цитирует книгу Иаиле, 2 главу. И также во 2 главе Деяний, когда излился Дух Божий, он сказал, что Дух Господень излился во пророчество Иаиля. И благодаря этому Бог будет говорить к вам через ваши сны. Мы можем принять уверенность, утешение и утверждение в своей жизни о наших отношениях с Богом, обращая внимание на наши сны. Я здесь для того, чтобы сказать вам сегодня, что Иисус дает вам эту возможность. И это может быть ваш последний шанс, чтобы прийти к Нему. Сегодня в Кимане, в Кении Иисус с нами. Он хочет знать, кто любит Его и кто ожидает Его возвращения. Многие из вас никогда не принимали по-настоящему Господа Иисуса в свою жизнь. Если Бог обращается к вам сейчас, и вы знаете, что должны ответить на этот призыв, я прошу вас, поднимите сейчас свои руки к Нему. Вчера мы были в Кимане и видели там много людей. Я удивился, когда увидел большую толпу, которая пришла послушать проповедь Равина. Когда я увидел их, то очень обрадовался. Я хочу, чтобы Равин вернулся к нам, и еще больше людей спаслось и исцелилось бы. Ранее я говорил вам, что не все сны от Бога. Я советую вам посмотреть весь этот цикл на Ютьюбе. Я приведу вам примеры своей жизни. Господь сможет утешить нас и укрепить, обратившись ночью во сне. Я помню, как много лет назад переживал время острой боли. А потом ночью мне приснился сон, и в этом сне я услышал, как ангел обратился ко мне. А вы скажете, откуда ты знаешь, что к тебе обратился ангел? Когда вы переживаете встречу с Господом или ангелом, то у вас не возникает вопросов о том, что происходит. Библия говорит, что во дни Божьи силы люди готовы, а вы просто знаете. Когда Исаия встретился с Господом в шестой главе, то у него не было сомнений о том, с Богом ли он встретился. Эта встреча была настолько сильной, что он знал, и точно так же было и со мной. Я видел сон, и в этом сне я услышал голос ангела. Я знал, что это был ангел, а не Дух Святой. Ангел обратился ко мне. Как я говорил, это был период боли. Ангел сказал, ты на верном пути. Это придало мне уверенности. Хоть я и проходил через времена боли и смятения, в ту ночь я понял, что иду в Божьей любви, что Его благосклонность на мне, и что я движусь по верному пути. Я приведу вам еще один пример того, как Господь обратился ко мне во сне, чтобы дать уверенность. Я делюсь с вами этим не для того, чтобы хвалиться своими переживаниями. И я хочу, чтобы вы поняли, насколько все это реально. Это не только для людей, которые жили во времена Библии, но и для нас с вами. Несколько лет назад мне приснился сон. В этом сне я оказался вместе со своим лучшим школьным другом. Мы с ним шли на большую игру по бейсболу. Это была игра большой бейсбольной команды, которая искала себе новичков. Я понял, что это он пытается попасть в ту команду, потому что мой друг был спортсменом. Я думал во сне, что это он, великий спортсмен, а не я. Итак, мы пришли на этот отбор и подошли к тренеру, который проводил отбор. Внезапно тренер смотрит на меня, и я думаю, почему он смотрит на меня? Ведь это мой друг-спортсмен. Я был односторонним спортсменом. Я мог бороться. Вот и все. Мой друг был многогранным спортсменом. Он отлично играл в бейсбол, баскетбол, футбол. Он был настоящим спортсменом. Но когда мы подошли к тренеру, который проводил отбор, он посмотрел на меня и сказал, «Все, что происходило в твоей жизни до этого момента, в прошлом, но с этого момента я буду наблюдать за тобой, чтобы понять, можно ли поставить себя, высшей лиги». И на этом сон закончился. Это был удивительный сон. Он начался с того, что я шел со своим другом-спортсменом. Я думал, что он будет пытаться пройти отбор. Я просто шел с ним за компанию. Он был спортсменом. А когда мы пришли к тренеру, тот посмотрел на меня и сказал, что будет наблюдать за мною, дабы понять, можно ли поставить меня высшей лиги. И на этом сон закончился. Я веду дневник снов, и в конце этого цикла я расскажу вам, как вести его. В нем я записываю свои сны, которые, как я считаю, пришли от Бога. Я записал этот сон, помолился о нем, я не знал, что он означает, но записал его. Через год я решил посмотреть свои записи о снах. Обычно я делаю это в первые дни года, чтобы увидеть, как Бог обращался ко мне в предыдущем году. И когда я просматривал дневник, то внезапно увидел этот сон. Я забыл о нем. Во сне тренер сказал, я буду наблюдать за тобой с этого момента, чтобы понять, можешь ли ты попасть в высшую лигу. И когда я прочитал эти слова, то ощутил подавленность. Я знаю все свои эгоистичные мысли, моменты раздражения и эгоцентризма. Я помню, как обвинял себя. И когда я прочитал о том, что тренер будет наблюдать за мною, это прообраз Господа, мы еще поговорим, как Господь говорит символами. И когда я прочитал все это, то подумал, что у меня нет ни единого шанса. Я расстроился. Я сказал, я точно не попал. Он точно не выведет меня в высшую лигу. И в отчаянии я произнес молитву. Я не советую вам повторять так же, потому что Бог не обязан отвечать на подобное. Я просто говорю, как было. И в отчаянии я сказал, «Господи, если это так, то пусть мой палец попадет на X. А если ты говоришь, то пусть мой палец попадет на Q». Это не лучший метод, но иногда Бог может ответить нам и так. Я сказал, «Господи, если я попал в высшую лигу, пусть мой палец попадет на X. А если не попал, пусть попадет на Q». Я не глядя открыл Библию, я был готов увидеть, что мой палец попал на Q, и я не прошел. Но когда я глянул, куда попал мой палец, то увидел, что не на X или Q, возлюбленные, он попал на слово «высший». Я был в шоке. Я сказал, «Господи, если я попал в высшую лигу, пусть мой палец попадет на X, а если нет, пусть он попадет на Q». Я случайным образом открыл Библию, и мой палец оказался на слове «высший». Я был в шоке. Я даже не представлял, что в Библии есть слово «высший». Я решил ввести в поиске слова «высший», чтобы узнать, как часто это слово повторяется в Библии. Трижды. Я посмотрел, и в двух случаях там было не «высший», а «высшее». 750 тысяч слов в Библии. И слово «высший» появляется лишь один раз. Один раз. Как я пришел к этому? Благодаря тому сну, который Бог показал мне. Он сказал, что будет наблюдать за мною, чтобы понять, можно ли пустить меня в высшую лигу. А год спустя он подтвердил это, и это было удивительно. Я не считал себя достойным этого. Бог намного чувствительней к нам, чем мы осознаем. Он намного нежнее, чем мы считаем. Давид сказал о Господе так. «Милость Твоя возвеличивает меня, возлюбленные». Бог открыл мне все это во сне. Бог ободряет нас и призывает нас через ночные сны, как это было с Иаковым. Вопрос только в том, обращаем ли мы внимание. Готовы ли мы слушаться, обращать внимание, записывать сны, чтобы не забывать о них. И будем ли мы вспоминать о них, чтобы получить максимум пользы. В конце этого цикла я буду молиться за вас, чтобы наш Бог-Отец открыл ваши уши и помог вам лучше слышать Его во сне. Будьте благословенны, возлюбленные. И шалом вам. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. И благословит их. Слава, Вы когда-нибудь чувствовали себя далекими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к себе. Продолжение следует... Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Когда я только принял спасение в 78-м году, я знал, что Бог суверенный, что Он творец, и Бог вложил в мое сердце любовь к Нему, но я не понимал, что Господь ждет, чтобы я отвечал взаимностью на Его любовь. Я обращался к Нему как к Богу Всемогущему, но я не понимал того, что Бога трогает. Когда я по собственной воле принимаю решение любить Его, я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю Землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Если наше служение благословляет вас, если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». В Писании один из главных методов общения Бога с Его народом через видение во сне. В книге «Тайны снов» Равин Шнайдер поделится личными и библейскими примерами того, как Господь и дальше обращается к Своему народу через сны. Равин поделится с вами учением об откровении и видении дневника, которые помогут вам получить водительство, оботрение и предупреждение. Узнайте, как записывать и столковывать сны, чтобы подготовиться к будущему и судьбе. Закажите книгу «Тайны снов» уже сегодня. Звоните по номеру, который вы видите на экране. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.